Друзья, вас приветствуем! У нас стартует 13-й тур юношеской футбольной лиги. В данном случае, в данном матче у нас встречаются команды города Сочи и подмосковых Химок. Команды из нижней части таблицы, но это ни в коем случае не умаляет накал в сегодняшнем матче. Стартового свистка главного арбитра. Ну как раз, поехали! Начнем с хозяев команд в воротах. У нас место занял Кирилл Ильишконнер, 51. Далее Юстин Гудсу, номер 63. Кусков с Филимоновым на коротке. Филимонов это уже в штрафной. Филимонов куда? Шадибек. Шарипова, Шадибеков первый. На подборе удар по воротам. И все-таки будет ли добивание? И все-таки гол. Гол забивает. Не совсем там было понятно, что там произошло. И вот на девятой минуте усилиями Дениса Рубанова, хозяева, открывают счет. Сейчас мы обязательно повторю, увидим, что же там все-таки произошло. Потому что даже тренерский штаб сочинцев был замешать. Если был ли там все-таки гол или нет, как-то... И те, и другие атаку свою готовят. Ну, для сочинцев успешно, а вот для гостей пока безрезультатно. И вот сейчас Шадибек Шарипов можно забивать. 2-0. Казалось бы, уже контролировал там мяч Илья Дятлов, но Шадибек не выключился. И удваивает счет к 31-й минуте. Шадибек Шарипов делает счет 2-0. Ну вот и гости. Ответ набирает скорость. Попытка проникающей передачи. Здесь не добирается до мяча Коструб. И абсолютно зачем, зачем это сейчас было? А вот здесь здорово. Дьяко на футдор, поворотом! И ничего себе, вот это был момент. Сейчас, но это, я думаю, не больше минуты, потому что остановок в матче-то, в принципе, и не было. Рубанов, зиняком, здорово. Шарипов хорошо разобрался. Сейчас там есть Филимонов. Нужно дождаться этого паузы, этого коридорчика и отдать все-таки направо на Филимонова. Филимонов в касании ей и хомич. Браво! Чуть-чуть, мне кажется, с Роман Добня после первого тайма. Счет у нас в матче 2-0. Впереди команда Сочи. Усилиями Дениса Рубанова и Шадибека Шарипова. Сенагуцу отвели угрозу от ворот. Из боковой. Можно играть, показывает Роман Добня. Главный арбитр встречи. И мяч по-прежнему в штрафной команде. И забивает. Забивает гол у нас гости. Сейчас мы обязательно посмотрим, кто же все-таки это сделал усилиями. Как раз свежевышшего Валерия Асланова. Сейчас малейшая ошибка. Хорошая удачная контратака гостей. И счет уже будет равный. Это потеря очков со встречи с равным соперником. Вот это ничего себе забег какой получился у нас. Удар под лицевую. Кто здесь будет все-таки на набивании? Дибиров удар. Дальний угол. И вот это спасение. Вот это спасение в первую очередь от Данила Коструба. Вообще здорово здесь развернул Шелест. Можно налево дальше сыграть. На Хежева. Здесь неплохо сейчас получилось. Нет ли положения вне игры? Удар поворотом. Ну что, а здесь и здесь молчит свисток. Несмотря на то, что, казалось бы... Достаточно активно прессинговал. Коструб в центр через Шелест. А Шелест и есть вариант Крылова. А почему можно и по центру вот так вот? Ну, чуть пара сторопнее был бы Шадебек Шарипов. Получилось бы максимально опасно. Здесь Лешко должен выходить сейчас в домашнем матче. 2-1. Южане оказались сильнее, чем команда из Подмосковья. Ну, с небольшим преимуществом, вот по мнению Диктора, с небольшим преимуществом все-таки выиграли хозяева турнира. Ну, а для вас с той встречей комментировал я, Крылычков Андрей. Любите эту игру, смотрите юношеский футбол.